4 января 2023 года мы продолжаем тему деколониальности. И вообще в прошлый раз мы столкнулись с тем, что это ужасная тема, политизированная с разных сторон. Смешение дискурсов трех поколений и с большим трагическим наследием. Деколонизация, освобождение колоний после Второй мировой войны привела к образованию большого количества нестабильных государств. Соответственно, откуда эта проблема? Они пробовали формировать свою политику через социальное государство, через помощь Советского Союза, электростанции и медицинские клиники, и через рынок. И, в общем, к 1976 году возникла проблема, а почему не возникает последовательная политическая стратегия в государствах после распада? Ну, и ее по-прежнему не возникает, и сейчас мы с этим, с распадом Советского Союза тоже не возникает. И, соответственно, ответы. Ответы 70-х годов, 76-го года Эдварда Саида. Это ипостомологическое неравенство. То есть нет возможности, когда ты находишься в зависимости и пользуешься экспертным знанием колонизатора, нет возможности выстраивать политику в свою пользу. Соответственно, ипостомологическое неравенство расползается на культурное неравенство, неравенство, а культурное неравенство прикрывается всякими символическими фигурами и так далее. Значит, мы от политического неравенства прыгнули к эпистемологическому культурному неравенству, которое не позволяет решать политические, социальные и культурные вопросы в свою пользу. И дальше возникает следующий этап – деколониальная теория, которая предполагает, что можно таки спровоцировать язык угнетенных и вытащить его через субверсии, через мимикрию, как мы сегодня попытаемся рассмотреть текст хоме-бабы или хоме-бабхи. И, значит, хоме-баба – это индиец гарвардский, соответственно, преподает последние 30 лет и в основном интересуется вот тем же вопросом, который мы знаем по гаятре спивок. Да, это то же самое поколение, то же самое направление, могут ли угнетенные говорить. Соответственно, каким образом они говорят, если парадигма, понятия, авторитет и экспертиза взяты уже языком власти? Если они говорят языком жертвы власти, то они говорят тем же самым языком власти. Если там еще был второй текст, написанный Клавдией Смолой и Ильей Калининым, если кто-то их посмотрел, там неплохие примеры. И вот как бы Индию это обсуждать неинтересно, а интересно обсуждать постсоветскую политическую политику. И вот Илья и Клавдия предлагают такую историю, такую вилку. Есть текст Слезкина о колонизации. И есть тексты людей, которые изнутри этнических культур говорят о деколонизации. Значит, Слезкин утверждает, что это текст восьмого года, книжка, модная книжка. Значит, наделение, как бы создание для малых народов письменности – это есть колониальный шаг. Потому что вместе с письменностью передается канон литературы. И тогда этническое сводится к тому, что в основном наполняет деталями. А базовая литературная диспозиция берется из литературы как бы властной, идеологической. И отсюда возникает большое количество этнических культур, которые борются за духовность, за мобилизацию субъекта в нужном политическом русле. А если они не преуспевают, если они пытаются повернуться к локальной идентичности, то они производят себя в основном жертвами. И вот дальше берется, значит, Слезкин, как конспиролог, пытается найти вот этот вот заговор властного языка в деколониальных и антиколониальных дискурсах. А другие речи, речь ненецких писателей, говорит о том, что их культура забывается, выбрасывается, не признается. И нужно сделать духовное усилие, что каждый писатель, он же шаман, властитель дума и так далее. И вот откуда, значит, этот дискурс? Он подозрительно напоминает этот дискурс советской эмансипатурной. И получается, что выйти к раскапыванию собственной истории или третьему варианту практически невозможно. Ну и мы как бы видим, что действительно сложно, либо, ну это если мы говорим там о как бы малых народах. А если мы говорим о больших народах, то повторяется та же самая история. Значит, один большой народ пытается себя через интернационализм и постколониальность объявить, встроить в такую духовную мобилизацию, которая исключает различия. Как бы мы берем языки различия, постколониальности, а дискурсивно объявляем духовную мобилизацию как бы чисто властного типа. И, ну, и, в общем, так далее. Это у меня был очень смешной пример. Ну, в общем, я к тому, что вот эта проблема ненадуманная, проблема, каким образом устроена речи тех, кто не обладает властной субъективностью в речи. И тогда какие есть стратегии? Ну, вот эти вот последние 30 лет нам предлагают деколониальные стратегии, стратегии субверсии, психоаналитического выкапывания себя и мимикрии. Ну, вот мимикрия – это идея хомибабы. И она, конечно, очень сильно напоминает это поколение. Ну, это было у Дорида, вот увлечение лингвистической философией, ее как бы пропозиционным устройством языка, увлечение 80-х, 90-х годов. Соответственно, в чем идея хомибабы? Если кто-то хочет меня перебить, то вы сразу перебивайте. Значит, он говорит, что есть метафорическая речь, которая пытается установить трансцентальную субъективность говорящего. И есть речь мимикрии, которая является прямым сопротивлением вот этой авторитарной речи, как бы базового субъекта. Мимикрия, он берет понятие от лакана, это как бы вот типа я такой же, да, я точно так же смотрю, как ты на меня. И, ну, как бы мимикрия я сливаюсь с этой речью, с этой природой и становлюсь незаметной. Мимикрия – метанимическое понятие, потому что все равно ты не оказываешься этой речью. Ты просто делаешь костюм, надеваешь костюм этой речи. И, соответственно, костюм – это типа маскировка. А, соответственно, мы замаскировались под идеологическую речь. И что там дальше с нами происходит? Мы сразу обнаруживаем за этой маскировкой еще большое количество убранного, вырезанного, незамеченного. А, вот пример. Значит, тут недавно пригожинские вдовы выступили, ну, в смысле, как бы с фабрики ботов. Выступили за необходимость, как бы наши мужья погибли, поэтому все прочие мужчины должны быть мобилизованы. И мы пойдем тоже на войну. И, значит, я посмотрела комментарии, и комментарии, то есть это чисто такая мимикрия, да, они говорят языком власти. А комментарии говорят, ну, во-первых, распознают эту речь как речь тролльную и большое количество таких вот статистических данных. 70% убитых женщин убиты своими партнерами, мужьями. 80% женщин, сидящих в тюрьме, посажены за убийство своих партнеров. Соответственно, почему они так хотят отправить своих мужей на мобилизацию, да? И начинается весь вот этот вот травматический дискурс, как бы прояснение обстоятельств. То есть так работает вот мимикрия. И какой вывод для нас, да? Мы понимаем идеологическую речь, но мы не всегда понимаем ее изнанку в смысле мимикрии. И, соответственно, как бы интересно вот таким образом анализировать идеологию, постоянно, ну, как бы замечая, что она вырезала. И, в принципе, так ведь люди и работают. Они все время как бы хватают идеологическую догму и смотрят, а что вырезано. Ну, во всяком случае, ну, огромное количество телеграм-каналов. И очень возможно, что так работает вообще идеологическая речь. И у нас есть некое иллюзорное традиционное представление, что идеологическая речь прямо врастает в тебя, и ты с ней сразу дождественен. Что есть такой народ, который сразу прилипает к идеологической речи, да? Соответственно, по хомебабу его нету. Есть форма мимикрии и маскировки и, соответственно, вот эти непрерывные усилия по вытаскиванию изъятого. Вытаскивание изъятого – это тоже, ну, как бы большая работа политического типа, которая не может не быть и которая делается необязательно альтернативными политиками. Они могут потом как-то пересобрать, но это просто функция речи. Идеологическая речь не бывает прямой, не бывает пальцессеровски. Когда тебя окликнули, и ты обрел свою субъектность. Субъектность мы обретаем через вот эту несколькоэтапную конструкцию. Мы мимикрируем под язык власти, потом мы сразу же обнаруживаем изъятие какого-то опыта или какой-то локальности из языка власти. Потом мы начинаем его как бы вынимать, предъявлять изъятие, но уже не на языке власти, а на языке субверсии, там через сообщество, через альтернативные медиа и так далее. Ну вот, насколько я поняла, примерно такая конструкция. Да, этот текст переводил, по-моему, Дмитрий Трофимов, который вообще программно переводит тексты по деколониальности. И там еще он переводил какие-то совсем новые уже свежие тексты из Гонконга, как они ощущают отношения с англичанами по принципу деколониальности и еще много чего. Ну вот, собственно, у нас, мне кажется, тут еще важно один момент добавить, то что мимикрия, это не может быть, ну как она в статье описывается, не осознанная стратегия, которую угнетенные задействуют. Вот это какое-то такое положение вещей. Мимикрия, она запускается, собственно, колонизатором, как я понимаю, когда вот это колонизатору нужно получить популяцию таких, как бы, уподобленных, да, уподобленных его культурой, да, около, ну, в случае Индии, около английских таких субъектов, но не совсем англичан, да, потому что если индусы станут англичанами, то это будет не очень желательно, да, тогда, собственно, ситуация колонизации, в общем-то, в концептуальном смысле провалится. И поэтому создается вот такая фигура вот этого похожего, похожего, но не совсем такого же, да, и в нее изначально вложено вот это различие мимикрическое, да, что вот угнетенные – это те, кто похож на нас, но не совсем дотягивает. И вот этот разрыв, который изначально вложен властью, да, он, он, как бы, он создан специально для колонизации, но в то же время в нем содержится вот этот момент различия, который позволяет обеспечивать сопротивление. Поэтому, мне кажется, тут важно, что вот эта мимикрия, она не стратегия такой волонтаристской, какой-то политической борьбы, когда мы там избираем, да, вот это как, не знаю, какой-то образ действия. Это просто вот естественно, ну, естественно, хорошо скажу, запретное слово, да, такой побочный эффект от самой колонизации, как бы такая самокритика колонизации, может, снятие даже. Вот, и мне кажется, вот это такой, ну, важный момент, который тоже можно обсудить. Вот я хочу присоединиться к вам, Глеб, то, что вы говорили, да, потому что получается так, что если, ну, вы рассказали то, что нам неинтересно обсуждать Англию, все-таки текст-то был заявлен вот этот конкретно, давайте его немножко так, как бы, концептуально проработаем, потому что я ношу несколько типов мимикрии, там есть, по-моему, три или четыре типа. Вот первый тип, он связан с тем, о чем говорил Глеб, тогда, когда можно себе реконструировать эту ситуацию, да, белые люди приезжают в Индию, и они хотят, они чувствуют себя носителями цивилизации, чувствуют этическую обязанность эту цивилизацию принести другим народам. Но они наталкиваются на некоторые противоречия, потому что, собственно, ценности этих англичан – это свобода, демократия, народовластие, либерализм. А как, если они будут им эти ценности? Если они будут им эти ценности транслировать, можно я, пожалуйста, закончу сейчас? Да. И, да, если они будут их транслировать в прямом виде, на заграни, никому колониализму это и не случится. Поэтому где-то этот колониальный дискурс, он должен, как бы, себя отдергивать и себя останавливать, и давать ход каким-то другим стратегиям. Тут появляются как раз некоторые гибридные области, где есть привлекательные для туземцев вещи, которые как бы синтезируются с самими этими туземными вещами. Я, в принципе, для эмблематичности этой ситуации представил себе в некоторых вестернах такие персонажи индейцы с какими-то чертами культуры белых. Вот, например, шляпы цилиндров во перьях. Вот это такой вот хороший, например, подобный мимикрии. Вот. А второй, значит, момент — это тогда, когда как раз он касается языка. То есть российского колониального языка, который в себе самом обнаруживает некоторую... А обнаруживает двойственность. С одной стороны, он относится к объекту этого языка как к низшему и как бы объективированному, как, например, к черному. А с другой стороны, он указывает на какой-то фундаментальный страх внутри самой антропологии этих англичан. Потому что, когда оказывается, что негр, он до некоторой скандальности анатомически похож на белого, то сам белый чувствует себя несколько неловко от этого. То есть встреча с другим, его унижение, его вот такой вот уничижительный российский дискурс, он возвращается к субъекту этой речи в виде подрывания его собственной субъектности. Вот. Да-да-да. Да-да-да. Да-да, это получается вторая. Вот. Да, сейчас я скажу. Третий момент — это когда, как правильно заметил Глеб, да, в колониальной речи есть второго типа двойственности, то есть это отношение к объекту и, с другой стороны, сам как бы дефицит языка, который не описывает этот объект целиком. Но, с другой стороны, есть и само движение как бы этого самого туземного объекта к этому языку. То есть туземец, когда он пользуется колониальной речью, он совсем не занимается сопротивлением, совсем не протестует. Он обыватель, он подчиняется. Но когда он начинает подчиняться, то он начинает использовать культурные знаки и объекты этого колониализма как бы не по назначению. И вот приводится пример, как и Библию, которую, значит, тиражируют англичане в Индии, оказывается, что ее страницы скуривают и используют для розжига. То есть с сакральным для западной цивилизации предметом делают что-то абсолютно десакрализующее, но при этом этого как бы не понимая. Потом есть некоторая такая наивность и, само собой, разумеечность, которая направлена на вот эти вот объекты культуры западной, она оказывается поподрывающей и революционной. Это, собственно, похоже на карго-культ. Да, вот есть разные фильмы, да, там, запомните, значит, фильмы про индейцев, которые используют какие-то западные артефакты не по назначению, как какие-то объекты сакрального поклонения или наоборот. То есть множество разных объектов западной культуры, попав в колониальные вот эти вот режимы мимикрии, они оказываются десакрализированы и использованы не по назначению, и таким образом как бы они указывают на дестабилизацию системы. Они как бы дестабилизируют общее символическо-трансцендентальное поле взаимопонятности и как бы эквивалентности разных объектов и сил. Вот. И четвертый момент, это он говорит, опять же, про литературу и приводит в пример Конрада, еще какого-то писателя. Он говорит про, значит, следствие, одно следствие мимикрии, это нерепрезентативность. То есть это значит, что колониальный мир, мир, например, мир войны, торговли разных культур, их смешение отношений, он как бы нерепрезентируем. И в письме писателей, которые пишут о колониализме, есть некоторая ирония. Ирония, которая указывает на тотальную нерепрезентативность всего этого смешения. А если возникает эта нерепрезентативность, то есть ускользание реальности от языка. Потому что сам язык, он как бы устроен, он задан по культурной матрице западной. И когда он пытается приспособиться к этому миру пестроты и множественности связей, он оказывается не способен к нему приспособиться. И потом в него вложена специфическая ирония. И эту иронию он обнаружил у Конрада, у какого-то писателя. В общем, извините, что это так долго, но резюмируя, хочу сказать, что этот текст, мне кажется, он указывает на то, что деколониализм, он вложен в саму логику колониализма. Потому что колониализм, он порождает такие гибридные, частичные, курьезные объекты, территории и отношения, которые сами этот колониализм как бы опрокидывают. Но при этом следствие этого, скорее всего, это не выход к какому-то аутентичному народному бытию или к аутентичной культуре. И это не какое-то осознание этого и осознанная направленная векторная борьба. А это некоторая вот диссипация, в принципе, отношений каких-то заданных матриц к чему-то, ну, пока, в общем, непонятному. На советской истории? Ну, знаете, я читал только один текст по российской истории, это внутренняя колонизация. Это все, наверное, читали. Просто у нас есть и другая структура. Вот дело в том, что у Эткинда интересно описано, и он приводит, например, герой нашего времени, Лермонтова и Толстого о повести, о том, что у нас, в отличие от западной колонизации, сами колонизаторы охотно и с большим успехом подражают колонизированным народам. Этого и не было у англичан. Англичане никогда не подражали индусам. А у нас возникают вот эти вот разные персонажи в повести о казаке, описанном там и у Лермонтова, что у нас, значит, есть мимикрия как бы обратная. И мне кажется, это хорошо видно на примере нынешней войны, например, потому что, если посмотреть на отношения между кадыровцами и армией, и что по этому поводу пишут военкоры, акадыровцы, как некоторые... Ну, вот так, в общем-то, они выглядят как... Как бы избежать терминов, знаете, таких... Ну, я хотел сказать жестче, но, в общем, мне просто вот сам себя ловлю на том, что я сейчас буду говорить какие-то колониальные термины, потому что по отношению к чеченцам. Но что делать? Я же белый, и я русский, поэтому, в принципе, приходится. И что они выглядят в нашей культуре, как такие довольно диковатые, агрессивные, смелые люди, у которых абсолютно такой культ насилья. Вот. И русские, которые участвуют в этой войне, как бы более модернизированные, они, военкоры, их призывают к подражанию к этим вот кадыровцам. Ну, да, да, в некотором смысле, как бы мимикрировать под кадыровцев, чтобы быть такими же эффективными и такими же абсолютно, ну, как бы, безбашенными. Я просто предложу примеры мимикрии. Да, 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 да. Вот моменты, обратной мимикрии. Именно так. Ну да, да, да. Вы все правильно говорите? Почему? Это наша страна. Да это я все там... Давайте я передам... Нет, я хочу сказать, что это какая-то тривиальность, которая ничего не поможет в разговоре как о колониализме, так тем более о нашей стране. И вообще, вот эта статья, на что я обратил внимание в этой статье, что колониализм и деколониализм вообще в сути проблематики, поднятой в статье, не имеет никакого отношения. Абсолютно. Речь идет о, если Алле угодно, да, о властном дискурсе и его деконструкции, возможно, деконструкции. Я предпочитаю говорить о картине мира. Есть реальность, есть картина мира. Картина мира может формироваться властью, если она на это способна. Все время есть некоторый гэп между реальностью и картиной мира. И вот все четыре момента, которые тогда точно изложил Сергей, да, они прослеживаются во взаимодействии реальности и картины мира с точки зрения субъекта человека. Это и подрыв субъектности, и раскрутка, использование газеты «Правда» для цигарки и прочее, прочее. Что там еще было? Резиковой. Сильный язык лиминирует. Ну да. Потому что на самом деле в любом обществе можно провести разницу или увидеть эту разницу между, так сказать, продвинутыми, передовыми и туземцами. Понимаете, да, о чем я говорил? Продвинутые, они всегда впереди в смысле понимания предложенной картины мира. И они ее во многом формируют и продвигают. А туземцы, они вот так вот. Конечно, если картина мира при этом резко меняется, а в случае колониального дискурса, конечно, это было так вот. Жили-жили туземцы, и вдруг им предложили новый образец, новый образ будущего. А это картина мира, это для человека, это именно образ будущего. Так, без чего человек просто в принципе жить не может. В принципе жить не может, поскольку картина мира формирует перспективу. Для туземцев вот такая появилась перспектива, конечно, прекрасно, а они ее ухватились. Ну вы прям как полонизатор. Да он и мыслит как полонизатор. Мы же пытаемся... Конечно. Так подождите, подождите, подождите. Да. А вы хотите защищать как бы кого-нибудь? Я никого не защищаю. Я пытаюсь рассуждать как философ. Понимаешь, то есть доводить мысль до конца. И теперь, значит, чтобы к этому не к концу, хотя бы там, чтобы где-то там свет в конце Туанеля убили, я хочу сказать, что следующим вопросом, который встает, это взаимодействие различных картин мира. Взаимодействие. И переводимость. Да, да, да. И непереводимость. Вот конкретный пример из азиатских путешествий. Вот в Индии приехала пара, пожилая, пенсионер из Англии и ходят по пляжам. Ну вы представляете, что такое Индия, да? Там не принято бросать в урну бумажки и прочее. Ходят по пляжу, с кошелочкой собирают бумажки и прочие бяки. И каждое утро их можно увидеть. Вот это, казалось бы, чудачество индивидуальное. Нет. Русское сообщество, русское, подчеркиваю, редко русские комьюнити создают. А вот в том месте, где я был, они сумели создать. Вот русское комьюнити вдруг озаботилось чистотой того места, где проживали. И они в течение нескольких лет пытались навести чистоту. То есть пытались научить индийцев соблюдать чистоту. Причем, да, муниципалитет их поддержал всячески. Ну, это для властных структур, это, конечно, здорово, поскольку властные структуры, они как бы над обществом всегда чуть-чуть считают, что выше. Вот. И так ни шапка, ни валка это все развивалось. И чем и должно было кончиться. Ну, понятно. Да, да. Я что хочу добавить. Была такая вот по поводу картин мира. Просто я уцепился за вашу формулу картин мира, которую вы много лет с завидным постоянством используете. Да, потому что мы властные структуры, почему-то на это не обращают внимания. А дискурс или дискурс картин мира, он вообще весь антиколониальный и прочее. Да, сейчас я вот что хочу сказать. Есть такая книжка, значит, занятная, Вильям Рашиде Костром, «Каннибальские метафизики». По-моему, мы ее обсуждали несколько лет назад. Какие-то тексты, «Каннибальские метафизики». Вот, да-да-да. Да, да-да. Да, этот Де Костром, он о чем говорит? Он говорит о том, что антропология, она зашла, у нее есть некоторые две альтернативы. С одной стороны, антропологию критикуют, потому что европейцы с необходимостью будут смотреть на этнографические народы со своей оптикой, и поэтому смогут увидеть в них только то, что допускает их собственный европейцев язык. Есть и другой подход, который более позитивный. Это то, что европейцы могут через перевод этого языка, через анализ семантический языка туземцев найти в нем некоторые формулы и увидеть связанность этого мира, внутреннюю связанность этого мира, который от самих туземцев ускользает. А вот Вивер Жде Костром, он говорит о третьем моменте, у меня как бы третья стратегия. Я хочу предложить, я хочу сделать так, чтобы европейцы, они в туземцах увидели некоторое свое зеркало, некоторое свое отражение, и, посмотревшись в него, себя не узнали. И мне кажется, что это как раз очень связано и с мимикрией, и с картины мира, потому что, во-первых, зеркало и картины – это уже метафоры близкие, а во-вторых, вот в зеркало моего является конкретный момент. Вы называете, то есть не вы, а вот этот российский писатель, на которого ссылается баба, значит, черного недочеловеком, и потом вы говорите о том, что он до курьеза похож анатомически на белого. И тогда получается, что вы в черном видите некоторое свое отражение, но свое отражение, которое вы еще никогда не видели. Вы видите, что эта схожесть, она каким-то образом подрывает вашу собственную как бы белость. Вот в чем дело. Это ускользает от языка и от схватывания, но это вызывает как бы аффект страха и какого-то неприятного сомнения. Понимаете, в этот момент, да, тут есть момент этого как раз зеркала или картины, что вдруг твоя картина мира, она дает тебе такое отражение и так к тебе возвращается, что сам ты оказываешься под вопросом. Вот в чем, как бы сказать, революционность, вот в чем как бы внутренняя революционность вот этого самого колониального языка, порождающего мимикрию. А если эта картина оказывается под вопросом, то тогда возникает какая-то другая. То есть с необходимостью мы должны переходить к следующей. А вот, ну то есть все-таки какая-то статичность этих картин мира, да, она же невозможна. Она, как бы сказать, она подрывается самой логикой их существования в мире противоречий и времени. Вот. Все, спасибо. Может, кто-то вот еще не высказывал с ним? Можно один вопрос? Я где-то кого-то слушал, и речь шла именно вот о том, как понятие картины мира складывалось в России и в Германии. И вот тут есть определенная генетическая связь, поскольку русская культура многое заимствовала, начиная там с Петра, заимствовала и с Германии. Поэтому тут произошло, ну, почти адекватное транслирование, трансляция вот этого понятия в русское вообще понимание картины мира, да. А вот в других языках совсем иное, как я понимаю, получилось, ну, с картиной мира. Там пытались вывернуть все в сторону древних греков, начать там с каких-то понятий, взятых оттуда, но приводило это к совершенно разным, как бы, комплексным представлениям о картине мира. Поэтому тут вот это важно учитывать, что каждый язык – это такой замкнутый мир, какой-то селепсический даже мир. И не только язык, культура, которая на основе этого языка строится. И поэтому, когда мы думаем, что мы, как бы, хорошо друг друга понимаем, это всегда иллюзия. Всегда есть вот этот вот разрыв, аберрация какая-то, которая не позволяет адекватно перенести даже на уровне понятий, а уж на уровне более серьезных концептов тем более. Две сильные культуры – английская и российская. Российская, она воспринимает все, а английская диктует. А вы говорите немецкий. Не только немецкий живет. Нет, но это одно и диктует. Ваши-то, в каком-то и делаешь, привелись, да, привелись. Вот это немецкое понимание, как… Немецкое понимание, ой, ну это… В каком-то и делом. И немецкое понимают, и французское. Можно я немножко… Ну да. Ну, если посмотреть, где мы находимся, мы с вами сейчас, и дискурс, который мы разбираем, это, в общем, дискурс парадигмальной смены от, там, моноидеологий, трансцендентальных схем жесткого типа к множеству картин мира, к демократизации языка, к расширению вот этнокультурных вариантов. И это то же самое, с чем мы имеем дело. Есть политическая идеология, есть множество сообществ. То есть это, вообще говоря, вопрос ухода от единства оснований и к такой радикальной, радикальным парадигмальным переходам к культурному множеству. То есть мы по-прежнему работаем с понятиями различия, ну, вот какой-то неуниверсалистской основы, и работаем с этим на уровне политической идеологии, на уровне, там, этнокультур, на уровне демократических сообществ. Мне кажется, что это все один и тот же процесс. И мы вот читаем про деколониальность, чтобы посмотреть, какие они предлагают способы субверсировать идеологию, там, картины мира и так далее. И здесь вот все столкнулись, да, хорошо, Хайдеггер, собственно, постфеноменолог, он отрицает субстанциональность мира и единства истины, и он говорит, что картина мира – это производная, да, это конструкция. И вот как бы после Хайдеггера мы уже не говорим о… ну, говорим в другом регистре, говорим о том, что миры или там мировоззрение, классовые мировоззрения, для Хайдеггера это тоже важно, да, если мир может быть увиден там по Ленину классовым способом, то значит, картина мира, то есть мировоззрение делается разными способами. И, соответственно, это можно конструировать и деконструировать. Для Хайдеггера это было отрицательно. Ну да, потому что это, ну, не то чтобы отрицательно, это рабочее понятие по деконструкции единства мира и универсализма. И тогда вот с чем мы оказываемся? Мы оказываемся с тем, что язык и картина мира не производятся по собственному желанию. У этого довольно много такого властного наследования, да, потому что вообще, когда срастается мировоззрение, то оно срастается уже, ну, как властное мировоззрение. Оно навязано, ты не можешь из него выскочить. Это уже канон. Борьба с каноном – это непрерывная работа искусства. Как подорвать один канон и перетянуть его в другой. И всегда есть огромное количество интересантов, потому что канон всегда исключающий. Ну, потому что вы хотите жить во времена Рембрандта, и больше у вас ничего не будет, да? Вы себя мумифицировали, подвели под Рембрандта, и больше никаких изменений в вашем восприятии, мышления, чувствах быть не может, да? Официально искусства, да, ходят, как бы смотрят эту культуру, она сильная была в свое время. Это просто как бы в истории. Ну, люди тоже будут, как говорится, не в Рембрандте. Зачем подрывать то, что существует? Алла, можно? Да, да, Марина. Я начну. Да, да. А слышно меня, да? Да. Ну, я начну с конца. Зачем подрывать культуру? Ну, тут, в общем, все давно понятно и социологам, и психологам. Мне кажется, это социальная концепция. Ну, еще с дюргейма начиная, она уже сколько продвигалась, что вообще преступность даже полезна. Уже не говорим о подрыве в культуре, но любое отхождение от нормы в обществе необходимо именно для того, чтобы общество было стабильным. Не хочу сейчас углубляться в эту тему, это огромное количество исследований и отечественных психологов, таких как кон, советских, я не имею в виду каких-то новомодных, ну и сам уже упомянутый дюргейм. Если же вернуться к предыдущим высказываниям, мне вот хотелось бы сделать акцент на том, что когда мы говорим о колониальности, мы всегда говорим об иерархии. То есть есть колониаторы, которые вверху этой иерархии, и тот, кого колонизируют, то есть он ниже, соответственно, в иерархии. И тогда вопрос о десакрализации символов, он не вписывается в эту иерархию, просто там мне так показалось, что прозвучало именно в этом ключе история о скуривании Библии. Дело в том, что десакрализация, она обоюдная. Так колонизаторы точно так же поступают с сакральными предметами колонизируемых, они попадают в музеи, мы все это знаем. И, собственно, эта десакрализация, она совершенно тождественна у обоих. Поэтому это не является каким-то дестабилизирующим фактором в этом процессе. Единственное, что инициируется обычно весь этот процесс после того, как запускается процесс колонизации. Но следующее, что мне хотелось сказать, это вот к описанию мира, где существует реальность и существует картина мира, ну, в терминах, обозначенных выше, я буду от них отходить. Это все-таки не единственные описанные в данном случае в современной философии примеры. Если их вписать в то, что говорит Баба, и это будет, наверное, то, что называется, ну, реальность, это будет первое пространство. Ну, вообще в доколониальном дискурсе это часто звучит, теория трех пространств. И реальность – это первое пространство. Картина мира, так скажем, можно сказать, что это и есть то самое второе пространство. И философы, которые говорят о доколонизации, они все-таки больше акцент делают на изучении так называемого третьего пространства. То есть пространство, где могут встретиться беспроблемно все предыдущие дискурсы и произойти какой-то гибрид. Я не совсем, ну, у них очень просто разные представления о том, как это должно происходить. Я поэтому единой картины не увидела, но это то самое прекрасное будущее, и там действует трансцендентное нечто. Поэтому все-таки мы не можем исключать существование, по крайней мере, в философском дискурсе, этого самого третьего пространства. И о нем нужно говорить, когда мы говорим о доколонизации. Нужно пытаться, наверное, понять, что это за третье пространство и как с ним работать. В общем, это все, что я хотела сказать. Пока. Спасибо. Я прежде хочу отметить, что все же существует одно пространство, которое между картиной мира и реальностью. По сути, реальности нет, она нестяжима. Реальность – смерть по лакану. А картина мира – это идеал. Поэтому мы все живем и работаем в одном пространстве. Вот как-то так. Но я хотел вернуться вот тем двум примерам, которые уже обозначил, чтобы поговорить все же о важности картины мира. Вот так просто ее заменить нельзя или отбросить нельзя. Ее можно менять, отвергать. Но если находишься сам в процессе, должна быть группа художников, скажем, революционеров или людей искусства, которые находятся перманентно в дискурсе. А если там Ребрянту притащить Малевича, он, я думаю, не поймет его. Понимаете? Это разрыв времен. То есть все должно осуществляться ко времени. Вот что я хочу сказать. О важности картины мира вот что. Вот эти два английских пенсионера, которые поднимали бумажки на пляж, они же не ради того, чтобы навести чистоту. Они ради себя. Это их самоидентификация. Вот они, как англичане, они привыкли делать так. И они так делают. Они сохраняют себя в этом ужасном мире, новом для них. Ну, в чем-то хорошем, но очень непривычном. Точно так же и русские. На самом деле это русские общественники. Вот эта комьюнити русская, это еще там советские люди. Они привыкли вот, оп, оп, давай движуху организуем. Они организовали движуху. Там связались с муниципалитетом. Они не хотели переделывать индусов. Им просто было по их идентичности свойственно сделать то, что они сделали. Вот эту движуху на введение порядка. Не, ну уж извините, большая часть англичан, они свиньи похлеще, чем индийцы. Они на себя там уже в Лондоне такие устроены. Да вообще каждый человек... Кто-то составляет пират. Каждый человек, конечно, отличается от другого. И мы с вами различны. Я не об этом. А как меняются эти каноны, парадикмы? Мы же вообще-то в эту сторону. Они меняются, я думаю, они меняются революционно, в том числе и в науке. Вот яркий пример. Потому что в науке это та же самая картина мира. Даже было такое понятие научная картина мира, которая была очень близка с той идеологией, которая была в нашей стране. Научная идеология. Она так и называлась. Марсизм или неизм. И она сопрягалась с научной идеологией, физикой, математикой и прочей. Естественных наук очень даже здорово. Так это основное предназначение картины мира, движения. Это ориентир, это перспектива. Картина мира открывает перспективу. Вот царство небесное. Да, да, конечно, конечно, конечно. Поэтому следующий вопрос – это взаимодействие, борьба. Это очень интересный вопрос. У нас скрытая цель, нам не нужна. Сейчас укушу. Не, но вы же видите, научная картина мира – это идеология, советская идеология. Конечно, ну да. Понятие, 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 научная картина мира – это не советское понятие. Просто эксплуатировано с советскими людьми, оно было очень к месту. Ну вот, да, да, вот просто Александр сказал про то, что смена картины мира через революцию происходит. Вот вы сказали, вы же так сказали, да? Видимо, это исходит как раз из советской науки, этой идеи. Но революция, она как? Структура революции в том, что есть некоторый выброс негативности, исходящий из-за необходимости. Потому что есть какие-то осознавшие массы, что вот так больше нельзя, и они коллективно начинают совершать некоторое насилие и заявлять о себе. Но вот то, что мы обсуждаем, да, 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 это, да, но вот то, что мы, но то, что мы сегодня, да, обсуждаем, это совсем не, то есть там картина мира иначе меняется. Она меняется как бы подспутным, повзучим, самореволюционирующим образом, который, вообще-то говоря, не является, который не исходит из какой-то осознанной необходимости. Речь идет о том, что сталкиваются такие, как бы, вот как точно заметила Сергея за это слово, непереводимость, то есть некоторые непереводимые друг на друг области, которые порождают такие курьезы, которые уже больше не соответствуют ни интересам ни тех, ни других, которые образуются какие-то вот, какие-то поля, которые подрывают символическую значимость и структуру вот их обмена в этом трансцендентальном поле, заданном колониалистами или, наоборот, этнографическими народами. И тут-то тогда возникает вопрос, вот в чем, мне кажется, очень принципиально. Коль уж мы говорим, например, об освобождении, о революции, то есть о таких вот вещах, связанных с эмансипацией, да, все-таки, что, значит, деколониализм сегодня, да, он же на что направлен, да, на том, на то, что белое европейское идентичности, типа отношения к миру, он должен быть подорван вот в тех местах, где он насаждался. Вот, и это, как бы, так сказать, считается правильным, хорошим и замечательным. Да, к чему это ведет тоже, то, что это ведет там к самоэкзотизации, к некоторым тоже своим формам идеологии, к тому, что это ориентализм, например, стал таким большим рыночным феноменом, появлению новых культурных фетишей, которые прекрасно воспроизводят этот глобальный рынок и глобальную систему. Левый ответ, вот, например, Никас Сырничков в книге «Капитализм. Платформа», он говорит о том, что деколонаризм, замечать прекрасно, культурная идентичность замечательная, но нужно удержать и оставить, как бы, универсализм, то есть должен быть универсализм. А универсализм, он из чего исходит? Он исходит из того, что во всех абсолютно обществах существует феномен неравенства. И феномен неравенства, основанный на некотором материальном превосходстве одних над другими. На том, что у одних что-то есть, а у других того, чем бы они хотели обладать, нет. И вот это как бы и есть то общее универсальное, что есть вообще во всех народах, во всем человечестве. Вот. И на это нужно, как бы, обращать внимание. И именно это нужно, нужно, как бы, давать этому язык, давать этому форму, давать этому некоторое политическое представительство. Вот. И поэтому, да, тут у нас сталкивается такая вот нерасчлененно-квирно-странная область, которая, как бы, может быть, какой-то неприятно-странная и со стороны вообще и колониалистов, и традиционалистов. А с другой стороны, есть необходимость в универсализирующей некоторой тотальности, которую вообще как с этой, как бы, примирить не очень понятно. Почему надо давать язык? Давайте язык, давайте язык феномену неравенства и огнетения, которые есть в каждом обществе. Да. А коль мы, просто коль мы сталкиваемся, потому что, Александр, потому что, потому что, потому что мы сталкиваемся, понимаете, в этой статье с такой научной проблемой, что есть этот момент, как бы, непереводимости, мимикрии, и, ну, вот, различие между английскостью и англичанством, да, вот невозможно, то есть можно воспроизводить английскость, но из нее будет что-то такое изъятое, и, с другой стороны, добавлено, что, как бы, сметет дискурс. И так же, может быть, и со всеми другими смыслами, и, как бы, понимаете, вот в чем дело. В самом концепте, в этой необходимости картины мира уже заключена фальш. Потому что картина мира – это по определению нереальность. Но картина мира необходима человеку, повторяю, для того, чтобы человеку давать перспективу, без чего человек загибается, ему невозможно. Если реальность сливается с картиной мира, если утрачивается разница, теряется перспектива, вот случается революция. Но если я говорю революция, это не означает, что невозможно и не происходит эволюционное изменение картины мира. Кто за это ответственен? За это ответственен элита. Элита формирует картину мира. И по идеологию, другими словами, и по определению элита – это те, кто живет на доходе от разницы. Вот арбитражный доход между реальностью и картиной мира – это предназначен для элиты. И по определению, можно сказать, элита – это… Так вот, подожди, ты понял, откуда неравенство взялось? Хорошо, хорошо. То есть дискурс, как картины мира, он содержит в себе понимание неравенства. То есть эту самую универсальность твою, она включена. Вы, пожалуйста, понимаете, как картины мира, это то же самое, что идеология, по-моему. То есть это то, что позволяет людям переносить эту реальность. Ну, дело в том, что понятие… Нет, это не культурный код, поскольку культурный, когда говорят культурный код, говорят о культуре народа. Элита… Да, да, естественно, или… Концерна мира там не релевантно, как понять. Нет, очень даже релевантно. Только антропологически… Исторически прослеживается, но была религиозная картина мира у людей. Прекрасно, она была релевантно. Потом модерн, революция, и сменилось все. Ну, где-то сменилось, где-то кастовая система до сих пор еще в таком доведении. То есть что, это другая картина мира? Там где лягушки какие-то, или там черепахи, когда-то там слоны, да… Ну, в Кирале красные флаги с серпами и молотом, развешанные на каждом углу. Понимаете? Давайте попробуем на постсоветское перейти. Хорошо, позволь, я закончу. Я просто, чтобы мне успокоиться, я еще раз повторю самое главное о том, что вот это универсалие неравенства. Вот из картинки мира, которые прописаны элитой полностью, она все знает. Но кто-то не знает о основной массе. И как вот эту картину мира… А ее не надо знать. Ну как, она нарисована… Кто-то знает лучше, кто-то знает хуже. Но дело в том, что… Должно быть дублироваться, изображаться в том же языке. Конечно, в языке. Да, да, картина мира. Поскольку перед нами классический пример коммунистической идеологии, коммунистической картины мира, то это самый лучший образец для того, чтобы его осмыслять. И она подтягивается, картина мира к человеку. Или человек к картине мира возвышается. Реальность подтягивается к картине мира. Получается, разные совершенно люди в элите. И, в принципе, у разных… Там разный путь, разная градация, разные акценты. Почему, может быть, меритократическое общество? Ради бога, из грязи князи, пожалуйста. Из крестьян, философы, те, кто формирует картину мира. Ну, у Толстого есть этот какой-то… В плену с Петром Пьером встретился. Говорите, Сергей. Из крестьян, соответственно, философы. Ну, например, какая-то вообще… Соответственно, какой-то диалог, колониальность. Ну, и вот эти следующие слова. То есть есть какие-то дуальности, опять же, какая-то там колониальность и деколониальность. И зачем, вот в чем смысл делать опять какие-то культуры и какие-то атомы, соответственно, земного шара какими-то достойными, достаточными и, ну, какими… Оно должно быть же и на это и так направлено, да, соответственно, вроде как, но не элитами, получается, или что? Или как? Не совсем понятна мысль, если честно. Да, ну ладно. Так, о картинах. Ну, попробую, да, о картине мира. Просто вот помимо вот того, такого процесса колонизации, когда мы видим иерархию определенную, колонизатор, колонизируемый, мне кажется, картина гораздо более пестрая. Во множестве случаев происходит заимствование, заимствование, может, даже интенциональное заимствование на формальной основе, даже на конъюнктурной какой-то. Вот, например, часто это можно объяснить, конечно, доминированием, которое сложилось на сегодняшний день на глобальном рынке, на глобальном рынке идей. И то, что произошло после Второй мировой войны, когда сложилась вот эта система ООН, система прав человека, следование этим правам. Потом, когда поименовались основные политические системы в мире, и они как-то тоже гомогенизировались в рамках демократии, то есть они все демократии. Куда ни ткнешь, какая-нибудь африканская деспотия, она демократия. Или там Иран – это демократия, и Китай – демократия. То есть вот как с этим быть, когда происходит такая подмена понятий, вот эта такая как бы инициативная колонизация с ним? Да. Мы понимаем, что если во всех конституциях прописано, что народ – источник, источник власти, а на самом деле это насмешка, как бы мы понимаем, что это несерьезно все. Нигде, в общем-то, народ к власти не подпущен, даже наоборот, создаются, складываются какие-то системы электоральные, которые через вот эту сложность… Ну, утопии, какие-то примеры тоже современные, более-менее удачливые в сфере технологии, культуры. Ну, сейчас говорят какие-то еще проблемы, кризис смыслов где-то в Европе, и там тоже какая-то деколониальность, соответственно, тот же… Ну, ее везде можно отлавливать. Я считаю, колониальность в том виде, в каком мы говорили о ней в прошлый раз, она буквально в каждой интеракции, политическом взаимодействии, она может быть замечена. То есть всегда есть кто-то доминирующий, всегда есть кто-то воспринимающий, принимающий чужую точку зрения, чужую идеологию. Это же такой совместный процесс такой. Конечно, совместный, и он настолько, конечно, пестр, что сложно его в какие-то рамки вогнать, вот такие… Ну, сейчас много людей вот гуляет. Ну, я отвечаю как-то… Да, вот, значит, если перейти к нашей вот ситуации, да, то просто вы говорите, Сергей, что действительно есть такие вот режимы, где вроде есть и демократия, а на самом деле нет демократии, а есть диктатура, да? Да, вы это имели в виду, да? Да, да, вот и это подвергся к тому, что Алла говорил в самом начале, потому что тогда, когда рухнул колониальный порядок, то страны, они стали искать свою идентичность, свою субъективность, да, и это как бы до сих пор продолжается. Вот о чем говорит Валерстайн в своем мирсистемном анализе. Он говорит о том, что после краха вот этой вот двухполярной системы, соцлагеря и капа, лагеря, когда ослабило политическое влияние в колониях, то было, как бы сказать, влияние стало культурным и идеологическим. Это тотальное влияние, оно было связано с одной единственной главной идеей о том, что если страна хочет достигнуть свободы и процветания, то она должна у себя устроить либеральную демократию. Вот либеральная демократия и капитализм. Это главные вообще ключи к тому, чтобы обогащаться, жить в мире, вот и всему миру. А потом, значит, Валерстайн говорит, что вот это была такая главная идеология в 80-х годах, и оказывается, что это так не работает, что так не получается. И с одной стороны, мы можем посмотреть на страны, в которых нету либеральной демократии, которые достигли большого экономического успеха. Это, например, Сингапур, где вообще Лик Ван Ю ввел, как известно, диктатуру, капиталистическую диктатуру. Южная Корея тоже фундаментальная рыночная диктатура. Левые партии запрещены вообще. Все партии, которые выступают за социальное государство, запрещены. Людей сажают в тюрьму. Огромный экономический рост, 40% ВВП в год в 78-м году. Это сумасшедший совершенно рост. Это не было в истории человечества. Потому что Китай, сумасшедший тоже экономический рост. И тут оказывается, что вот эта самая либеральная демократия, нет, не способствует она росту экономики. А способствует она как раз-таки обогащению центра, стран центра. Если другие страны тоже перенимают эту модель, то тогда они начинают обогащать центра. Вот это указывает Валеристан. И он говорит, почему в Южной Америке постоянно происходит революция. Потому что там есть качание между какими-то левыми проектами гибридными с местной спецификой и либеральной демократией. Когда они избирают либеральную демократию, то оказывается, что они начинают кормить американцев. Вот. И что у нас произошло тоже с крушением этой самой системы? А у нас тоже случилось, что мы стали перенимать либеральную демократию. Но мы ее переняли, поскольку мы как бы страна с западной культурой, западной цивилизацией, христианская страна. Но одновременно мы переняли либеральную демократию колониально. То есть в режиме того государства, который Григорий Юдин, вообще это традиция политической науки, назвала бонапартизмом. Бонапартизмский режим или цезарийский режим. Это такой режим, при котором работают формально все институты демократии. Сейчас я договорю. Постарайтесь потерпеть полторы минуты. Так вот, да, то, что работают все институты демократии, а по факту у нас оказывается диктатура. Вот. Но, но. Нет, 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 нет. Это в центр, да, да. Идет в центр, в смысле, кстати, да. Но тут у Валерстана центр – это Европа и Америка. А у нас, получается, можно, да, в этот центр действительно Москва, да. То есть у нас построили капитализм, а либерализм не построили. То есть либерализм в политике, да. И что это значит? Это значит, что если у нас не работают эти механизмы демократические, то оказывается, что все противоречия, которые есть в нашем обществе, они понимаются как внешне, как завезенные извне. Что это, на самом деле, нам гадят какие-то сволочи оттуда, что здесь противоречий нет. Если у вас оказывается, что все противоречия, они вам поставляются оттуда, то вы оказываетесь, чувствуете себя как бы в очень уязвимой ситуации. Потому что вам нужно обороняться со всех сторон. Со всех сторон вас пытаются атаковать. И тогда для того, чтобы справиться с теми внутренними противоречиями, которые объективно у вас есть, и которые вы принимаете за внешнее, то вы неизбежно устраиваете специальную военную операцию, на самом деле. Что, на самом деле, даже более фундаментально и глобально звучит, чем слово «война». Потому что специальная военная операция – это как бы эфемизм, который указывает и на противоречия внутри, которые вынесены вовне. Которые указывают на ситуацию, когда народ, для того, чтобы он не бастовал и не сопротивлялся, он отправляется убивать других людей. Так что вот у нас такой колониализм получается. А вот вопрос, Сергей, можно я задам вопрос? Да, да, да. Вы имеете в виду туземная сторона? Как понять, что туземец понимает его по-другому? Да, вот как сибирь. Как это понять? Ну, это можно понять, наверное, по тому, как происходят эти спайки, эти отношения, и какие тут возникают из этого. У индейцев, у африканцев, у них же тоже понимание, как у субъектов. Да, да, но тут интересный момент про переводимость. Опять же, потому что, ну, наше слово – человек, да, и, например, если мы это слово переводим на какой-то другой язык, да, то, ну, естественно, мы теряем некоторую коннотативную ауру вокруг этого термина, и, соответственно, какую-то вот ту языковую игру, которую мы за ним сочитываем. И когда мы его переводим, что-то… Да, 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 да. Ну, они же тоже понимают в языке человека. Ну, да, ну, да. Да, это не одно и то же. Но просто мы как бы разное имеем в виду, когда говорим человек. И, соответственно, когда мы это разное имеем в виду, то возникают некоторые… возникают некоторые вот идеологические курьезы и какие-то… А, ну, у всех, наверное, по-разному, тут уж трудно сказать. А вы знаете, где то, что вот это было… Короткий комментарий, мне кажется, вот эта тема у Ворфа, да, раскрыта… У Ворфа, да, 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 гипотеза лингвистическая, как зависимость, что-то форм мышления… И у французов, и у всех, независимо от… И он там показывает конкретные примеры, как отличается у индейцев Хопи, допустим, представление о числе или о пространстве, о времени. Еще там был интересный пример, по-моему, насчет снов, когда там если европеец, он то, что видит во сне, представляет как свое внутреннее содержание, то индейцы Хопи считают, что он во сне, наоборот, перемещается в какое-то другое место, которое ему снится. Вполне возможно. То есть, вот, ну, я хочу сказать, что эти вещи вполне можно зафиксировать, да, даже внутри нашего языка, вот, просто путем такого развернутого описания. Это, мне кажется, вполне возможно. Вот, все, спасибо. Ну, вот, тогда мы, где мы находимся? Мы находимся вне классических, как бы, картинах мира и постомологии. Какие у нас есть, вот если очень грубо, да, какие вот есть предложения по трансформации одной парадигмы в другую, да, как меняется история, как меняются картины мира, которые в истории разные, этнично разные, культурно разные и разные в смысле одни, как бы вертикальные, другие горизонтальные. Мы предполагаем, что мы движемся вот в сторону умножения. И дальше я вот подумала, да, ну, есть научная революция у Куна. То есть, он их мыслит, как накопление ошибок. Все время система ошибается, ошибается, а потом должна предложить новый концепт. У Локатеса там есть некое ядро концептуальное, которое все время терзают со стороны маргинал, границ. Но это не то, а, ну, есть там еще психоаналитическая концепция у Лоры Мауни, что объекты по-разному размещаются в пространстве, то есть, каждая парадигма задает разное пространство. То есть, пространство может быть гладкое, горизонтное, сегментированное, кротовые норы, и там, соответственно, по-разному могут только и располагаться идентичности и объекты. То есть, ну, понятно, что транслентальная схема начинается с концепта пространства или концепта времени. А если меняется она, то меняется и пространство. И в связи с этим, ну, как бы пространство меняется, да, вот как бы объекты в кротовых норах, они не будут стоять статично в определенной неизменной форме. И если меняется время, то меняется процессуальность. Объекты должны неравномерно возникать, разрушаться, накладываться друг на друга и так далее. И вот, как бы, мы занимаемся, как бы, деколониальностью в перспективе парадигмальных переходов, смен картин мира и поиска стратегий, которая нам позволяет наблюдать и, ну, отчасти работать на переход, потому что всегда есть какие-то вещи прежние и достаточно прямые и опасные, да, как бы в новой сложной ситуации, когда формируется какая-то новая ситуация, страх смерти, эпистемологическая, антологическая, то тут всегда можно, как бы, сработать кувалдой и репрессией. И, соответственно, вот какие у нас есть стратегии, да, если мы опять возвращаемся к бабам, к бабе, да, тогда у нас есть стратегия, как его переложить. В принципе, то, что предложил Сергей, да, есть некая, по-моему, на локатоса похоже, есть некое ядро, да, есть идеи, там, не знаю, ценности индивидуальной свободы, да, или, ну, какие-то там демократические защиты, но они, что с ними происходит? Они инвертированы во что? В некий карго-культ? Они могут быть инвертированы, да, и тогда мы… или нет, да, потому что вообще-то экономика дара и отдаривания – это еще более демократичная идеология, да, и мы ею все пользуемся. И это вроде как бы карго-культ. Можно ли сказать, что это карго-культ от индивидуальной свободы? Наверное, нет. Кто обладевает этим пунктом? Если это глава государства, который бросает в топку жизни своих граждан, и, может быть, он как-то с какой-то очень высокой точки это видит как некое благо, которое в цивилизационном каком-то в этом строении куда-то это все… не знаю, сохранение, приумножение, придание ей какого-то нового импульса, стимула к господству. Воля к господству, может быть, таким образом реализуется через вот этот подлощ, который мы наблюдаем. А может быть, это вообще бытование ценных идей, в смысле, если их не транслировать таким жестким путем образования, формирования, муштра, дисциплины и так далее, то идеи могут передаваться по системе обмена, карго-культа и частично через прикуривание Библии, да? Ну, нежно же, да? Прикурили, забили. Должно приоритетом стать идеология борьбы с насилием, наверное, да? И это как бы общее место, которое становится таким маркером, в общем, для любых приемлемых идеологий. А дальше они могут пролиферировать как угодно, если, опять же, мы исключаем насилие по отношению друг к другу, по отношению там внутри этих групп. Ну, вот мы как бы взяли ценные идеи, потом их опустили и вроде как бы заработало. Мне кажется, тут еще важный момент. Вот это внимание, которое больше, чем ты сам себя чувствуешь. Вот опять же, Сергей рассказывал, да? Про зарождение большого, ну, как бы значимого другого в бессознательном, да? Я думаю, что я вот такая вся универсальная и без подвала. И вдруг я оказываюсь рядом с другим расовым или этническим человеком. И я вижу эту этничность за пределами моей рефлексии. Я сталкиваюсь с этничностью или с расовостью. И сразу моя расовость выплывает на поверхность, да? Потому что вот этот ход мышления, он делает меня тоже расовой. у министра. Вы то его слушали, наверное. Там он приводит пример, когда немецкая женщина-профессор… Что обсудить главный не раз. Что? Микрофончик или выключи микрофон, потому что вот как-то тут вот неожиданным образом он проявляется. Это когда они там с группой обсуждали что-то в будущем? Нет, нет, нет. Я о другом. Там конкретный пример, что женщину, немецкая женщина-профессор, своим коллегой была спрошена на предмет, может ли она разместить у себя американского профессора, который приезжает там по обмену в гости. Она, конечно. Но когда она открыла дверь и на пороге оказался темнокожий американский профессор, что-то у нее там внутри передернулась. Она, конечно, подавила, соответственно, себя повела адекватно. Но потом она сама собой произвела такую рефлексивную работу. Откуда? Что это такое вообще? То есть обнаружить в себе – это вообще, наверное, очень оздоровляющая какая-то практика. Их должно быть она больше. Как-то их надо провоцировать, может быть, даже. Что я написала в Старфиле? Нет, это… Ну да, она написала. А… Ну почему? Нет, ну… Примем за чистую монету все-таки… Маленькое резюме тоже. Попробуем. Вот и то, что Алла сказала, да, значит, по поводу того, как… Да, значит, что воспроизвести этот момент. Да, у нас есть некоторый язык правильный и эмансипаторный. Он транслируется властью. Тем не менее, власть его самого как бы стопит, тормозит. И уже народ его воспринимает, синтезирует его с какими-то другими своими вещами. И, возможно, на выходе получает что-то хорошее и правильное, вроде, например, экономики дара. Вот. Если к этому присоединить политологический анализ, да, вот есть… Опять же, я сегодня предоговорил уже, что у нас режим, который называют некоторые ученые бонапартистским, да, или цезаристским режимом. То есть у нас работают формально все вот эти демократические институты, а по факту у нас диктатура. И прошла, допустим, вся вот эта идея, которую продвигала Екатерина Шульман, она была в том, что как раз у нас есть эти институты, которые есть, сама власть, которая формально их создала, заявила, конституционно легитимировала. И мы должны этими самыми легальными способами, которые уже в системе заложены, их развивать, укреплять, устанавливать и тем самым эту, как бы, бутафорию демократическую делать реальностью. Вот в чем, как бы, была идея, да. Но оказалось, что этого не получилось, да, потому что, опять же, система, она внутренние свои противоречия не воспринимает как реальные, она воспринимает как завезенные извне. И тогда получается, что нужно устроить войну, чтобы эти противоречия разрешить. Вот. Вот, да. В чем, значит, экстремистские вещи, скажу. Мне кажется, что как раз в связи с мобилизацией, да, и вот с некоторой и мобилизацией конкретной, некоторой духовной, культурной мобилизации страны, она как раз таки может вылиться в подрывающие ее саму карго-культы, причем не теми людьми, которые самосознательные оппозиционеры, а просто это превратят во что-то, что не понравится ни тем, ни другим. Вот такой момент. Я бы хотел отметить просто то, что вот ценность индивидуальной свободы, она вторична по отношению к картине мира, которая была сформирована и навязана. Ну, в данном случае как-то считается, что это от крестьянства пошли все. Ценность индивидуальной свободы вдруг, да, да, да. Да, ну, ценность дара, она без всякой индивидуальной свободы имела место быть. Да, 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 реализация, да. Просто вопрос же запечатался, как был поставлен вопрос о том, как происходит смена парадигма. Вот ретроспективный взгляд утверждает, что, ну, только революционным путем, возможно, резкая смена парадигма. Картины мира резко. Кто-то. Как она, как она формируется? Она формируется подспудно, длительно. Это вот, ну, перед революцией семнадцатого года, это известно, да, в течение там последних пятнадцати лет перед этим. Россия была насыщена социал-демократической литературой. Просто в избытке она была. Ну, а в последний год-полтора перед событием, ну, по крайней мере, в последний год там конкретные большевистские газеты, ну, социал-демократические газеты доминировали. И большевистские в том числе. У нас страна крестьянская была. Да, да. Но эсеры, конечно, да, да, да. Нет, но с грамотностью как раз в последние годы там очень резкое улучшение, поскольку церковно-приходские школы, они начали уже работать и выдавать продукты. Всего пять процентов. Да, да, да. Нет, но это все же частный случай. Так вот, как мне представляется, как возможно смена парадигмы в европейской айкумине, по крайней мере. Значит, я исхожу из того, что картина мира, меняющаяся в нашем сообществе европейском и евразийском последние тысячи, может быть, пару тысяч лет, а может быть, и больше, была объективисткой. Так уж получилось. Доминирующей была безусловно объективисткой. Тут спора нету. Я не понимаю, откуда ваше возражение такое. Вот. А субъективистская, в том числе и философия, она была, ну, мягко говоря, в загоне. То есть можно назвать два примера, там, неудачные, не состоявшиеся в полной мере, это Беркли и Кант. И вот если, если вдруг европейское общество воспримет всерьез субъективистскую философию, это может быть толчком к парадигмальному, причем кардинальному перелому. И тут вот ненасильственность и прочее, как оно в Индии. Вот это вот. Да, 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 да. Вот это может быть. Я просто среагировал на ценность ненасильственного пути. Ну, там, конечно, свои заморочки, с кем они присутствуют, да. Но, тем не менее. Я в этом году не сыграл, а в Наваде не высоха. Вот Алла сказала, как… А, да, извините. Алла сказала, как и через какие стратегии происходит эта смена картин мира, да. И вы сказали, что, значит, когда накапливается количество ошибок и возникает какой-то рывок, да, какая-то новизна, да. Ну, я просто… Да, 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 да. Потом вы говорили про то, что когда маргиналы терзают границы, потом вы говорите про то, когда появляются новые объекты, и он подрывает представление пространства, да. То есть вот такие, как бы, ну, очень глубокие философские моменты. Как и говорила Черчилль, запад всегда принимает верное решение, перебрав все остальные. Подходит к первому. Вот. Значит… Но вот то, что вы говорите, да, Александр, про то, что революция только меня – это картина мира. Вот Алла, а да, Алла, вот пересчитывая вот эти вот примеры, да, она тут вот показывается, что есть некоторые подспудные и системные сдвиги, которые обеспечивают возможность революции или чего-то другого, да, то есть вообще чего-то нового, вот. И в этом смысле… И в этом смысле… Нет, сейчас я закончу, вот. И вот в чем и моя мысль, да, она заключается в том, что еще, как бы, четвертый момент, мне кажется, что картина мира и вообще система меняется через, ну, некоторое отношение между совпадением и производством. Вот. Что я имею в виду? Интересно, вот пишет Квинтин Скиннер, значит, в книге «Про исток по политической теории», он пишет о том, про вопрос, который вообще всех волнует и который вообще является самым, возможно, главным вопросом политической философии, самым главным. Это вопрос о том, каким именно образом политическая теория соотносится с реальными политическими действиями. Потому что вряд ли люди, которые действуют в истории, являются большими интеллектуалами, которые знают про политическую теорию, да. И он говорит, что политическая теория, она так действует, что она создает для поступка возможность быть изобретенным и возможность вообще случиться. Она создает для поступка некоторые моральные и этические обоснования. Она создает для него также методологию, некоторую прагматику. И политические поступки, они случаются именно потому, что политическая теория дает для них люфт, дает для них возможность случиться. И в этом смысле есть наложение производства политической теории, которые в теоретическом виде могут быть крайне занимательны и зажигающие, но они еще должны совпасть с машинерией действительности. И там, где она совпадает, там, где вот эта поступка оказывается возможна благодаря теории, там и меняется картина мира. И чтобы они совпали, нужно, чтобы этих теорий действительно было как можно больше, и чтобы они обладали некоторым, ну еще не только теоретическим, а таким как бы общеидеологическим языком, то есть языком более, скажем так, понятным публике. Необходимым условием прадигмального сдвига перелома является тупик. То есть, когда реальность подтягивается к картине мира, когда у людей пропадает перспектива, когда умные люди понимают, что они ничего не могут придумать, это называется тупик. Это теоретический корпус чего? Зачем нам как бы выбрасывать то, что у нас есть? У нас есть 30-40 лет новой темы. Соответственно, и мы ее читаем. И вот дальше она конституальное и ценностное поле для чего? И так мы с ним работаем. У нас есть, да, и значимые другие. Каждый последний, даже крайне. Что за председатель? У меня такое представление, что мы имеем очень много, но не имеем этого собранного в картинку. И, возможно, мы никогда не будем иметь картинки, потому что новая ситуация не предполагает картинку. Соответственно, мы должны научиться мыслить по маскировке, по системам взаимоотношений, и как бы такая бюрократия, социальная бюрократия. Да нет, просто то, что вы сказали, это симптом, симптом этого самого тупика. Это тупик, это, ну, вот в конце, в конце тупик, это очень... Мы в тупике, да, это хорошо учили. В 80-х годах советские люди в большинстве своем разные, причем в разных слоях общества ощущали, что общество в тупике. Для вас это удивительно, нет? Нет, не было очевидно. Не было очевидно. Что бы пошло сверху, вот там... Я не знаю, я не был наверху, я не был наверху. Я тоже не был наверху. Я следил за... Вот. Они знали, что точно знают, что треснет. Я был в таком окружении, которое надеялось, что там наверху все продумали, и они тоже понимают, что треснет, и что-то как-то вывернется. То есть, ну, ощущение тупика было у всех. Был еще такой, жить не положили. Вот это хорошо воспринялось. Правильный ленинизм, маршизм... Картина мира социалистическая не могла ничего предложить. Почему? Потому что элиты обленились. Чтобы картина мира возвышалась над реальностью, нужно работать. Они не смогли. Социалистические элиты не смогли. Точно так же. В конце... Что именно воспринималось как ненадлежать? Что именно? Я полагаю, что всегда... На моей... Да наоборот. Памятник? Да нет. Да нет. Не то, что ненадлежать. Наоборот. Что значит? Картина мира сливается с реальностью. Потому что, наоборот, вот то, что есть, вот это и есть социализм. Перспективы нет. Вот, оказывается, вот социализм. Ребята. И жрите ложками. Понимаете? Подожди. Я последнее. Что такое тупик? Тупик случился в физике в конце 19-го, начале 20-го века. Умные люди тоже почувствовали, что казались в тупике. Казалось, вот-вот-вот, и было такое ощущение. И случился прорыв. То есть, сначала тупик, потом прорыв. Вот о чем я говорю. Советский Союз, советские люди пошли по самому простому пути. Если наша идеология не работает, давайте возьмем чужую. Там уже вот проверено на практике. Да нет. Где? На Западе. Вот по поводу колониализма еще что у нас... Какая главная у нас специфика, да, вот о колониализме? Потому что на Западе это отношение между одной культурой и другой. У нас была внутренняя колонизация. У нас были отношения внутри одной культуры. У нас больше всего... У угнетенных были самые русские, которых угнетали русские. Вот. И это положило... Да, да, да. Это породило особо вот эту ситуацию. Например, разных типов колониальных языков. А именно, например, вот этой интеллигентского типа колониального отношения к как-то называемому народу. Который, собственно, вот этот вот интеллигентский дискурс, который у нас зарождался с Чаадаева и продолжился там Герценом, да. То есть это дискурс, который образованного человека, который воспринимает народ как угнетенных и которые выступают за республиканские ценности. Вот за республиканство, за демократию, за угнетенных. В Советском Союзе появляется совершенно другой тип интеллигентского языка. Наоборот. Он такой... Нет, это я... Я говорю про диссидентских интеллигентов, которые воспринимают народ как некоторое... Ну, вот это Homo Sovieticus, вот такое Зиновьев сформулировал. Вот этот термин, да. Вот. И если человек сталкивается с этим дискурсом, так называемый, из народа, то он начинает себя от него как бы отстраивать. И он про себя говорит, что ну, я там человек простой, я там это все не надо. Ну, а то, что я простой человек, это ого-го, это как бы правильно, это замечательно, вот. То есть нам, простым, это вот все ваше не надо. И когда человек это говорит, он чувствует в себе какую-то, ну, какую-то правоту, какую-то фундаментальную истину на какой-то указ. То есть как будто... А простота это какой-то вот жаргон подлинности, реальности, да. И почему вы, допустим, человек, который работает на заводе, он человеку, который работает в Эрмитаже, может сказать, да ты жизни не видел, да. То есть человек, который работает в Эрмитаже, человеку, который работает на заводе, так не скажет, что ты жизни не видел. А тот скажет. То есть у нас, мне кажется, вот этот вот колониальный язык интеллигенции, он породил вот эту вот мимикрию, которая порождает вот этот вот промежуточный язык, который субстанциализируется в какой-то безличной области подлинности. Вот, а насколько он как бы может быть там… Мне кажется, это очень путинский язык, и вообще Путин как раз-таки его использует и к нему обращается. Вот, но насколько в нем есть… Который, она-то использует этот язык, который совсем не интеллигентский, а интеллигенты используют колониальный язык по отношению к народу, да, и с ним мы как бы выстроили определенную структуру отношений. Да, что он там у нас сталинистый, что он какой-то, в общем, абсолютно… Особенно сейчас, да, что сейчас происходит, да. Ну, враг тоже, конечно, да. Там и там это какая-то пятая колонна, но немножко по-другому городе спормирувано. Вот, нынешняя пятая колонна и пятая колонна там, вот, урал, вот, вот, оттуда, они немного различались, наверное. Там пятая колонна уже сидит, или ее подарили радикально. Ну, вот, сейчас… Ну, был кишков, когда вот это вот, мы придем, да, и тут наведем порядок, а вот эти… Особенно с момента, только сейчас нету этого языка. А, языка, урал, вагон, забуда, а зато есть пригожевский язык. Пригожевский и язык… А в чем разница между высоким уралвагонзаводом и пригожевским? Разница в общем, что уралвагонзавод – это была гимикрея власти. А поделка? Так, а с чем? А пригожина – это не поделка. А военные, вот эти вдовы, вдовы реабилитировали? Потому что пригожинский язык – это симптом раскола элиты, понимаете? И это… Если вы взыскуете кардинальные перемены, значит, вы должны ставить на пригожин. И всячески его поддерживать. Нет. Почему? А как это? Я думаю… А вы пригласили к Беглову, да. Я помню, как вы говорите. Нет, еще язык есть от той же самой пятой колонны. Например, там есть какие-то голоса, которые, мне кажется, вменяемые и заслуживают поддержку. В общем-то, тут должен появиться такой язык, который как бы сместит некоторые республиканские архетипы с тем языком, который создался в результате интеллигентского колониализма. Вот. Ну, пока не очень понятно, как это возможно. Ну, тут имеется в виду вот что. Имеется в виду, что во Франции, например, да, вот этот национализм во Франции, он позволяет что делать? Он позволяет сказать французскому народу, что мы французские народы, мы требуем прав именем народа. У нас такой национализм республиканский не сложился. У нас сложился национализм как бы шовинизма и национальной гордости. Вот. Но это место, оно должно быть... Что? Вам власть кривость привела, что у нас сложился такой язык, да? Что? Там, не знаю, НЛО издательство сказало, что такой язык. А почему мы должны это принимать? Мы должны это принимать, потому что, по факту, у нас невозможно в нашем языке... Не очень понятно, что это значит, что выходят люди на площадь и говорят именем русского народа, дайте нам тут. У нас что, есть какая-то традиция, а такого обращения нет? А на Западе она есть? Значит, у нас должна быть какого-то другого типа... Ну, вообще, то, что мы разбираем, это, конечно, культурная аналитика, да? Культурная критика политических и прочих вещей, да? И в этом смысле мы наследуем вот тот перекос, который случился в 80-90-е годы. А чего не хватает? Не хватает, естественно, там, структурные, субструктурные, суперструктурные, вот, всякого рода материальности, политэкономии, социально-иерархических и финансовых штук. И тогда мы не будем так, может быть, много требовать от культуры, да? Вот там, как бы, это эпоха утраты системного глубокого структурного знания, которое было маркировано марксизмом, ну и было марксизмом. Да, и приходит новое поколение культурной критики, говорят, гомосоветикус. А, извините, а как это образовано, а как это системно воспроизводится? Такой проблемы нет, да? Они быстренько свернули в область морали. И, да, с одной стороны, есть очень много открытий в области вот культурного кода, когнитивности, эмоциональности, но есть очень много утраченного в смысле вот системного, системной связности общества, политики и так далее. Дискурсивная непроявленность. Средство. У нее здесь возможность выставить. Мне кажется, что дело опаснее, потому что вот как бы власть перетягивает на себя дискурс культурной критики, да? Мы же знаем, что Кремль борется за деколонизацию, да? Да, и им ничего за это нету, потому что у культурной критики есть, ну, как бы вырезан большой кусок, где, собственно, практическая часть этой власти осуществляется. Да, практическая, там, юридическая и так далее. А вот, можно на прямой вопрос. Я сначала обращусь. Ну, что же, вы видите, какое сообщество может властному языку свой язык создать? Какое, вы сказали, в сообществе есть, которое, как бы, оппозиционное? Мне кажется, вы не доверяете себе. У вас есть... Стоп, стоп. У вас есть голова, сердце, наблюдение, чтение, и вы производите концептуальный смысл и логическое высказывание. Вам не нужно авторитет, который придет, вам создаст какое-то сообщество. Вы создаете сообщество, смыслы и так далее. И вот это довольно важная вещь, которая в новой парадигме присутствует. Да, повышение агентности, индивидуальности. И агентности, но не в смысле, там, пить, есть натурализация, детки, да? А в смысле культурного и политического вклада. И это отличается от классовой теории. Приходит класс, сметает, дает новое. И это отличается от традиционной концепции индивида, который натурально укоренен и сам себя не видит, потому что он сам себя дан как уже готовый индивид. Но все равно, какое сообщество задал много, который язык переизобренен, например. Вот мы поставим у вас в языке. Ну так а вы что делаете? Фас, да. Здесь фас, да. А, в языке фас? Нет. А, в языке фас, феминистская, антивоенная. Ну, я считаю, что феминистское антивоенное сопротивление – это довольно интересный дискурс сопротивления. Очень сильный, с большой традицией, очень разнообразный. Но я бы взяла более глобально. Меня интересует как бы агентность культурной критики вот этого левого дискурса различия. Я предполагаю, что культура различия вот этого – разные антологии, разные культурные коды, разные культурные каноны – вот это составляет, ну, как бы, ядро нашего исторического момента. И оно должно быть… Быстро разрушается власть на языке. И вот вокруг этой ценности существует новая политическая матрица. И даже то, что она существует, современная матрица существует агрессивно именно против множественности и различия, это тоже доказывает то же самое. Ну, есть некоторый исторический вектор, который мы определяем не из своей головы, а из наблюдения за интуициями научных дисциплин, например, за большим регионом культурных процессов. И то, что гражданское общество мы как можем измерить? Мы его измеряем количеством медиа, количеством НГО, количеством тусовочек и так далее. И вот если мы его измерим, то оно есть. Нет, подождите, оно есть, как уже созданная данность. А то, что оно не очень видно, ну, во-первых, оно не заблокировано, оно существует, но только оно не в медийном поле. И оно, ну, так... А если не медийном поле, то что значит быть сегодня? А вот мне кажется, что медийное поле не плоское, ровное, большое. Оно состоит из таких малых кластеров, проблема которых не заполировать общее поле, а найти между собой кротовые норы. И это проблема, да, большая проблема логическая, потому что она борется с очень плоским таким таблоидом, да, другой... Ну да, логистичным. Проблема вот этих чтенцов, которые читают старые, там, максистики, максистики, куча литературы. И все это вот из прошлого. Вот это язык, все. И властный язык очень хорошо это описывает. Язык перепрочитывается. Марина, вы... Мы уже завершаем. Да. А там же говорили, какое-то резюме можно? Да, да, можно. Можно тогда пару слов? Мне просто кажется, если мы возвращаемся к теме микрии, мы так и не дошли до третьего пространства, которое мне так хотелось обсудить. Просто у бабы именно в этой статье об этом не было. И, видимо, поэтому, я не знаю, как-то эта тема прошла мимо нас. Но вообще это очень интересно. И в доколониальном дискурсе часто возникает эта тема. Там много интересных культурных, литературных параллелей. Мне бы было интересно туда углубиться. Но раз уж не углубились, то я сейчас не буду это делать. Хотела бы поговорить... Ну, не поговорить уже, а как-то подвести небольшой итог. Что же делать нам с мимикрией, если это данность? И в этом некоторые видят какую-то перспективу развития дискурса, который поможет примирить многих непримиримых. Потому что мимикрия может стать, по мнению некоторых исследователей, тем местом, где рождается универсальный язык, где рождается та самая похожесть не до конца, с сохранением некоторой своей идентичности, но при этом похожесть такая, чтобы был единый язык и единое культурное поле, в котором можно обмениваться мнениями. То другие исследователи, я сейчас, правда, не помню кто, считают, что в этом как раз основная опасность лежит, потому что мимикрия дает поле для спекуляции и для манипуляции, когда мы вырабатываем универсальный язык лишь для того, чтобы другому дать несколько символов, которыми он может апеллировать, но не раскрывать ему, так скажем, всю суть. Там даже были примеры, как это делали колонизаторы, когда, например, делали народ христианским, но не до конца. Именно христианским настолько, чтобы им можно было управлять, но не до конца христианским, чтобы разные были цели. Почему? Хотя бы для того, чтобы у них не рождалась идея о свободе, независимости и каком-то самобытном развитии, пусть даже в христианском дискурсе. Но факт тот, что мимикрия – такое понятие, которое, мне кажется, достаточно тупиковое для развития разговора между культурами или внутри одной культуры, между различными представителями различных сословий или несословий, наций. Все равно, между какими группами различными людей, мимикрия не дает того единого поля, где возможно конструктивное развитие диалога. К тому же, все-таки отправной точкой сейчас любого такого диалога является несомненная для европейцев культурная ценность, такая, как права человека. И это место общее никаким нападкам уже давным-давно не подвергается со стороны европейского общества, во всяком случае. Но мы видим на практике, что именно это общее место приводит к коллапсу в некоторых местах, например, к гибели некоторых культур, таких, как некоторые африканские государства, в которых культура погибает и культурная идентичность исчезает именно из-за того, что там навязываются права человека. И тут возникает у европейского общества вопрос, а что же делать? Оставить им их людоедские законы и, соответственно, их идентичность, их возможность развиваться и продвинуться от первобытного менталитета к цивилизованному самостоятельно или мы их должны каким-то образом все-таки подтягивать до своего уровня и не приведем ли мы их просто к гибели. Есть страны, у которых действительно этот путь сейчас очень напоминает путь гибели. Я приводила в прошлый раз, когда мы разделились на две группы, например, Малави, страны, которая утратила полностью свою идентичность и культуру, и их развитие остановлено именно культурными ценностями европейцев, которые ненасильственным путем там внедряются, а путем открытия школ, подкармливанием, гуманитарной помощью, прививками и так далее. Вот эти ненасильственные, прекрасные, человеколюбивые законы приводят к вымиранию страны, ну, по крайней мере, к потере ее культурной идентичности. Поэтому для меня этот вопрос остается открытым, где же правильное развитие хотя бы дискурса, а уже потом практически куда двигаться. Ну вот, и я поэтому так возлагала много надежд на это самое третье пространственное обсуждение, что же это такое и какие у него могут быть перспективы в этом вопросе. Ну вот, все. Марина, может быть, вы нам скажете, в какой статье эти третьи пространства, и мы их почитаем. А потом... Давайте я пришлю, я посмотрю, я много где-то встречалась, сейчас просто вот так вот в ходу, не скажу, но у самого этого бабы, но это не переводные статьи, сейчас, правда, есть такие прекрасные переводчики, которые так хорошо переводят с сохранением всего внешнего облика за несколько секунд статьи, очень грамотно, лучше, чем всякие гугл-переводчики, но мне нравится, во всяком случае, меня это устраивает. Я могу прислать те статьи, которые я читала. Ну и потом, мне кажется, что если нам что-то попадается с политэкономическими вещами, то это очень важная добавка к культурной критике. Я вот... У меня знакомые приехали, родственники приехали из Ямала-Ненецкого археологического музея и бывали, ездили по стойбищам, и говорят, что это на редкость сильный, удачный момент. Ну, во-первых, почему археологический музей? Потому что один из моих родственников открыл палеолит на севере, и туда надо было отвезти мемориальные вещи, экспедиционные карты. И при этом там очень качественная, теплая одежда, очень хорошие снегоходы, очень крепко построенное, отапливаемое жилье, и при этом очень сильная национальная идентичность. Не протестного типа. Они задорого покупают чумы, чум мгновенно сворачивается, разворачивается, там огромное количество, ну, инновационных изобретений Ямала-Ненецкий национальный округ. Это не витринная такая вот черная... Это не витринная, они так именно... Нет, нет. Это Газпром, да. Да, но Газпром не позволяет, то есть они не позволили вычистить по полной, как бы, деньги из этой территории. Это была довольно сильная политическая удача, которая позволила убрать... Там это настолько низерное... Это да, но это... Газпрому это ничего не стоило, создать вот такой вот оазис. Это показывает политэкономическую природу культурно неразрешимых вопросов. Да, если у тебя... Они живут в холоде, они продолжают свой образ жизни. Но это... Да, там есть оленя. И это довольно большая и сложная работа. Но только... Подождите. Нет, подождите, подождите. Вы как бы... Давайте последовательно. То есть, чего требует этническая культура? Она требует, ну, как бы, технологий, устойчивости, качества и ресурса для собственной идентичности. Да, и в данном случае, вот, да, я понимаю, что это очень редкий случай, что в некотором роде он даже рекламный, но мы видим, что политэкономия работает очень хорошо. Она снимает проблемы травмы, вективности. Она позволяет модернизировать чум, при том, что там те же самые палки, тот же самый войлок. Но это... это дизайнерски продумано и делается в несколько раз быстрее. И чум привозится на снегоходе, да. И при этом никуда не делится упряжки, да. И при этом очень хорошие телефоны и теплая одежда, да. А почему как бы невозможно невозможно революционные события, которые позволяют убрать социальное неравенство, да, или его уменьшить. Ну, это сразу в сторону Кейса. Туда, где, мне кажется, на сегодня Коля непаханая просто. Об этом разговоры идут. О возрождении языков, о требовании даже языки вернуть от малых народов. Вот здесь вот по Волге какой-нибудь там свежие, севера наши. Это все вымирает. Никаких ресурсов на это очень-то нет. При том, что на это надо минимальное количество ресурсов. Так, а если только встанет вопрос о какой-то идентичности и федерализации, не дай бог, то тут же все это прекратится. Тут же все прекратится. Нет, потому что это не федерализация, это поддержка инициативы. Это все приведет к федерализации. В конце концов, должно приводить. Голосы должны получить все. Ну да, а где проблема? Где проблема? Проблема в том, что на уровне федерализации перехвата. Ну ладно. Так оно же рухнет скоро. А, ну вот, когда рухнет, тогда иду. Я сейчас совершил открытие. Если посмотрите, вернулись в фондинентальном философском вопросе. Ну, давайте сейчас посмотрим, мы закрываем или даем возможность Александру произнести длинную, короткую речь. ремарка. Если какие-то резюме, то пусть говорит, конечно, интересно. Да, но мы же все разговоры крутились вокруг метанемии и метафоры, между прочим. Метанемия. Вот филологи придумали метафор, и они же придумали метанемию. Метанемия. Метанемия, Аристотель, видимо, тоже был филологом. Как он по-своему? Биологом. И биологом, и физиком. Но не в этом дело. Так вот, каким образом вот это случайно открытие филологов Аристотеля, метанемия, метафора, вы случайно в языке обнаружили? Или это свойство самого языка? Мне кажется, что, ну, это я давно знал, что метафора это просто выражение иерархии бытия. То есть о различных уровнях бытия мы можем говорить с помощью метафор. Ну, социобиология это классический пример. Мы можем социальные вопросы обсуждать языком биологии. Точно так же мы можем говорить о области молекул и атомов языком биологии. Там та же самая конкуренция. Вот невыживаемость. элита такая языковая. Нет. Которая навязывает мистику. Филологи это просто... Да. Вот с метафорой мне было все понятно. Вот метанимию куда пристроить было неясно. А вот нет, нет, нет. Ну, они не такие глупые филологи. Все же принципиальным образом отличается. Метафора это подобие и сравнение. Да. Это такие фундаментальные категории, между прочим, философские. Подобие и сравнение. А тут они придумали вот такое слово смешность. Никто не подрежит. Я не понимаю, что такое смешность. Но можно представить. это часть и целое в смысле смешность. Ну, так вот, как написано в статье, что метанимия, мимикрия это является метанимией бытия. Мимикрия является метанимией бытия. Здорово звучит, да? Вот. Так вот, как, в чем все же фундаментальность метаними? так оказывается это связано с картиной мира. Потому что, да, да, конечно, мимикрия, что такое мимикрия? Это подражание. Мы подражаем, естественно, человек подражает. В картине мира невольно подражает. Вот ему рисуют перспективу. Замечательное царство небесное, он подражает, он стремится подражать. Это фундаментальное свойство. Но все мы обезьянки все же в некотором смысле. То есть, это для себя вот я выяснил фундаментальность метаними. Вы на такие высокие метафизические абстракции сейчас вышли, честно говоря, что интересно, но все-таки, если так по-феноменологически рассудить, то метанимия и метафора, да, это намеренно неточный язык. То есть, а реальность, она тоже как бы такая извилистая, ускользающая, непонятно очень, как ее определить, да, и, собственно, отношение неточного с неточным, оно рождает и точность. И вот как раз таки для того и нужны нам эриторические приемы, да, потому что когда мы говорим, например, вот ты знаешь, все люди в зале так сильно аплодировали, это одно. Когда мы говорим зал аплодировал, то есть мы говорим метанимия, то есть мы опускаем, потому что люди в зале, мы говорим зал аплодирует, то у нас появляется высказывание как бы логически искаженное, потому что зал не может аплодировать, но одновременно очень цепко схватывающая действительность. И мы за счет этого как бы опускание всей логической структуры, мы испытываем от этого какое-то риторическое наслаждение, что вот мы так вот выразились нелогично, но от того, что мы выразились нелогично, а через троп, мы как раз таки более плотно схватили реальность, чем если бы мы выразились логично. Или, например, там человек упал на скейте, и человек говорит, ну ты там, Иван, классный ты скейтер. А человек логичный, он бы сказал, что ну что ты говоришь, Иван ужасный скейтер, он же упал. Но тот, применив риторический прием, более плотно как бы схватил. И как это связано с мимикрией? То есть это значит, что туземный народ, он перенимает значение материального объекта и формы колониального народа, опуская и пропуская в них какие-то звенья и цепочки. Например, он берет там, например, надевает шляпу у цилиндра, но не надевает галстук бабочка, то есть у него остается набедренная повязка. Вот мужик в набедренной повязке с цилиндром, как в каком-то вестерне, это есть как раз таки метонимия, что пропущен как бы элемент, но есть как бы элемент, который на него указывает. Вот, собственно, это нормально, что как бы эти тропы, они противостоят логическому языку, а обнаруживают его самого логического языка некоторая недо... ну, некоторую его ущербность, а художественный язык, он наоборот, он как раз таки за счет своей нелогичности, он что-то определяет. вот, ну, 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 да-да-да. Надо отказываться вот от этих разговоров, что это нелогично, а логично, это вполне логично. Я говорю, что если с точки зрения логики, нельзя сказать, что зал оплодит. Почему? Ну, потому что зал... Почему? Слова многозначны. А, можно сказать, люди в зале оплодили, вот это правильно, а метонимия, это когда мы убираем... Я совершенно, я понимаю, что ты говоришь, я понимаю прекрасно. Ну, так вот, это логика Аристотеля, логика значений, когда почему-то считается, что слово зал имеет одно значение, и оно вполне определенное. Это не свойственно живым словам. В принципе, если ты читаешь Платона, а потом читаешь Аристотеля, это две огромные разницы. Две огромные разницы. Вот Платоновская логика... Платон относился к речи, к словам, как к словам, многозначным, как символам. Поэтому трудно воспринимаем, поскольку возможно многозначные трактовки. А у Аристотеля все гораздо, ну, слушай, я не хочу сказать, да, послушай. У Аристотеля куда более ферменологичен и внимательен в действительности, потому что Платон... Я не знаю, что такое действительность, но реальность, да. Он пишет, исходя из наблюдения за жизнь. А Платон пишет, исходя из наблюдения за структурой понятия. Он такого слова не знал. Платон и Аристотеля с Сократом сразу, который ничего не писал. Они писали. Я просто хочу подчеркнуть, что мимикрия является метонимией бытия, означает частичность все же. Мы подражаем, но мы не всегда подражаем. Но мы все при подражении не схватываем, да. Ладненько, всем спасибо. Что-то мы плыли немножко, но зато весело. Значит, ждем следующих текстиков, идей, предложений. До свидания.